Всем привет, дорогие друзья! С вами я Валерий Сычи Итать и сегодня мы начинаем рубрику, где я буду рассказывать про разные команды. Значит, сегодняшняя наша команда это будет самая простенькая, в принципе, команда Phil. Значит, ребята, у нее есть свои особенности, то есть приписки, и мы сегодня про них поговорим. Значит, первое, это самая простенькая, все это знают, если мы сделаем так. И, допустим, возьмем вот, включим F3, у нас вот показывает TargetFluid, на какой мы блок смотрим. И, ребята, если мы напишем Phil, нам сразу же покажет блок, на который мы смотрим. Сделаем так, скопируем. И теперь, если мы посмотрим вниз, ставим, нам уже показывает другой блок, вот, на который мы смотрим. Вписываем точку этого блока и пишем air, вот, допустим, воздух. Нам это все заменит на воздух. Ну, хорошо, это легенькое. Давайте теперь, допустим, возьмем, еще раз напишем эту команду и поставим пробел. Нам показывает сразу другие, вот, много других блоков. Давайте поговорим сперва про дострой. Значит, давайте возьмем блок крови, допустим. Просто такой 9 на 9 будет у нас. Кубик 9 на 9. Вот. Вот такой вот кубик гейт на 9. Значит, ребята, если... Вот, давайте... Fill. Вот блок, на который мы смотрим. Скопируем это. Блок, на который мы смотрим. Ставим air. Вот. Нам выкидываются блоки. Простите, я чуть перепутал. И просто, смотрите, еще раз, если мы сделаем так. Вот. И давай теперь, допустим, stone. То просто переставит все эти блоки на камень и выкнет нам землю. Значит, следующее у нас hello. Значит, что это делает? Эта команда делает то, что... Если мы, давайте, допустим, сделаем не 53-ю высоту... Подождите. Так. 53-ю, а давайте 60-ю. Вот. Сделал 60-ю. То есть, вы можете делать любую ширину, но внутри... Так, подождите, давайте в другом действии. Давайте fill. 5, 5, 5. И... Негатив, 5, и... Негатив, 5. Stone. Hello. То есть, ребята, вот видите, внутри все будет пусто. Это будет снаружи. Вот. Куб. Обычный куб. Ну, а внутри он будет пустой. Так, следующая у нас команда. Это keep. Значит, что это делает? Допустим, мы построим вот такую вот конструкцию. Просто. С... Пустыми блоками. С пустыми местами. Давайте вот так. Сейчас. Вот так. Значит, что здесь делать? Если мы сделаем так... Уберем этот блок. Давайте, допустим, стелн, камень, бешен кип, то, как вы можете видеть, эта команда просто вставила в все пустые места камень. Вот. Тоже довольно полезная вещь. Если вам нужно какие-то места вставить в какие-то блоки, вот в такие, например, места, но вы не хотите вставить, то вот это, конечно, хорошая будет функция. Вот. Так, следующее у нас outline. Значит, ребята, вот я создал куб. И, ребята, что это делает? Допустим, давайте мы оставляем разных блоков. И если мы сделаем вот так, закроем, напишем уже outline, и у нас уже давайте просто stone, то эта команда делает outline, то что она меняет просто сами блоки. То есть все внутри остается. Вот. И последнее это у нас replace. Вот. Давайте сейчас спустимся. Так, еще нам ниже нужно. Давайте еще спустимся вот так. Ниже, ниже, ниже. Так. Значит, ребята, вот, допустим. Допустим, нам нужно убрать. Что нам нужно убрать? Ну, допустим, этот диорит. Что мы берем и делаем? Мы, допустим, берем вот fill. Вот так. Улетаем сюда куда-то. Так. Air. Replace. Диорит. Диорит. То. Видите? Убрала весь диорит. Вот. Теперь андезит. Андезит вот у нас появился. Андезит. Ага, подождите. А, это слишком. Давайте. 40. Видите, убрала весь андезит. Вот тут не убрала, потому что тут не попадает. Вот, давайте еще раз. Вот. И убирает весь уголь. Значит, ребята, вот такая у нас команда fill. У нее есть свои особенности. Вау, посмотрите, какая большая шахта. И, ребята, надеюсь, этот ролик для вас был познавательный. Вы узнали что-то больше про команду fill. Всем огромное спасибо за просмотр. И увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok